Всем привет! С вами канал Космостар. Популярная актриса Татьяна Веденеева смогла построить блестящую карьеру в кинематографе и на телевидении. Однако путь к успеху у звезды был тернист. Ей завидовали коллеги, она пережила огромное несчастье в личной жизни, но нашла в себе силы продолжить творческую карьеру. Татьяна Веденеева родилась в Сталинграде в 1953 году. Она всегда знала, что станет актрисой, потому после окончания школы переехала в Москву и поступила в ГИТИС. Родители Татьяны мечтали о том, чтобы их дочь стала врачом или юристом, потому не обрадовались ее выбору. Первое время Веденеева действительно мечтала о востребованности в кинематографе. После окончания вуза она устроилась в театр имени Маяковского, а затем снялась в нескольких популярных фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя, много шума из ничего, здравствуйте, доктор». Успешная карьера в кино у Татьяны продлилась всего несколько лет. Нетипичная западная внешность мешала актрисе играть типичных советских персонажей, колхозниц, доярок и работниц. Увидев свою невостребованность, Веденеева переключилась на телевидение. И здесь ее ждал успех, она обошла сотни конкурентов на конкурсе дикторов, стала вести ночные эфиры, а затем и такие популярные программы, как «Будильник», «Спокойной ночи», «Малыши», «В гостях у сказки». Вскоре Татьяна стала всесоюзной любимицей. Особой благосклонностью она пользовалась у Леонида Брежнева, который однажды даже приглашал ее вести концерт ко дню своего рождения. Первый раз красавица актриса отправилась в ЗАГС в 22 года. Тогда ее избранником стал 35-летний художник Валерий Шапошников. Через шесть месяцев после знакомства влюбленные поженились, но лишь в 1983 году, в возрасте 30 лет телеведущая впервые стала мамой. У нее родился сын. Мальчика назвали Димой. Несмотря на рождение ребенка, Татьяна продолжала работать, ведь ее супруг-художник, реставратор, тяжело переживавший невостребованность в профессии, начал выпивать. Их семейная жизнь постепенно стала сходить на нет, тем более в жизни Татьяны появился новый мужчина, бизнесмен, нефтяник Юрий Бегалов. Их бурный роман перерос в брак длиной 15 лет. Выйдя замуж за состоятельного бизнесмена, Татьяна завершила свою телевизионную карьеру и вместе с мужем переехала во Францию, где они открыли фирму по производству соусов. За время брака с Бегаловым актриса была единожды беременна, но с ней произошло несчастье, ведь Денеева отдыхала у речи, оступалась и упала в воду. Она потеряла ребенка, будучи на четвертом месяце беременности. Супруги еще неоднократно пытались родить детей, но в конце концов нужда в наследниках отпала. Однажды на рыбалку с Бегаловым съездила любовница и вскоре родила ему сына, а Татьяна развелась второй раз. В 2000-х Веденеева вернулась на родину. Она снова стала вести передачи, эфиры и даже концерты. Сейчас 68-летняя актриса живет в особняке на Новорижском шоссе. Татьяна Вениаминовна играет в театре, изредка снимается в кино и занимается волонтерской деятельностью. Ее единственный сын Дмитрий окончил экономический факультет, у него есть своя компания по разработке мобильных приложений.